Продолжаем выпуск. Внесены изменения в федеральные законы, согласно которым осуществляется государственный контроль в части проведения проверок. Какие именно приняты изменения, мы попросили прокомментировать начальника территориального отдела Роспотребнадзора по городу-курорту Анапа Ларису Медведеву. Она сегодня наш гость в студии. Лариса Владимировна, здравствуйте. Добрый день, Кристина. Добрый день, уважаемые жители и гости города-курорта Анапа. Действительно, с 23 января 2015 года вступает в силу дополнение федеральный закон 294 ФСЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и надзора и муниципального контроля. То есть тогда, когда государство проверяет действительно деятельность юридических лиц и предпринимателей, соответствует ли она требованиям федеральных законов, федерального закона санитарного законодательства и законов в сфере защиты прав потребителей. Эти дополнения, первое, что хочу сказать, они, во-первых, касаются только в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. И это дополнение позволяет при осуществлении государственного контроля и надзора, именно, опять-таки, в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, устанавливать другими федеральными законами особенности организации и проведения проверок. Такие особенности определены путем внесения дополнений в статью 13 другого закона федерального, это законы 29 ФСЗ, о качестве и безопасности пищевых продуктов. Исключается предварительное уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции, оборот пищевых продуктов, то есть это торговля, и оказание услуг общественного питания о начале проведения внеплановой выездной проверки. А вот внеплановые проверки проводятся по другим основаниям. Какие это основания? Во-первых, контроль предписания, ранее выданного должностным лицом территориального отдела, или же это проверка внеплановая по указанию президента, по поручению правительства. Также, когда по жалобам, по обращениям организуется внеплановая проверка, согласованная с прокуратурой, тоже ранее орган госконтроля, в частности территориальный отдел Роспотребнадзора, за срок не менее чем 24 часа должен был уведомить предпринимателя или юридическое лицо о начале с такого-то времени проверки. Конечно же, это давало возможность устранить несоответствие, нарушение, и иногда мы имели информацию, что буквально за ночь вывезено вино, за ночь заменена полностью вся продукция, и в результате, когда приходил федеральный инспектор, выяснялось, что нарушения как бы такового и нет. Естественно, мы не могли привлечь ответственных лиц к административной ответственности. Надеюсь, что сейчас эти вопросы будут решаться более как бы оперативно, и нарушения будут выявляться наиболее активно и часто. Также хочу дополнительно сказать, что изменения и вступили с 1 января 2015 года различными законами тоже, и в статьи различные КОАП, в части ужесточения санкций. Ну вот, в частности, мы разговор, например, здесь ведем об обороте пищевой продукции и услугах общественного питания. Статья 6.6, которая ранее предусматривала штраф на индивидуального предпринимателя до 3 тысяч рублей, она сегодня будет уже начинаться с 5 тысяч. И вчера буквально я уже выносила штрафы по этой статье, которые начинались с 5 до 10 тысяч, а на юридических лиц с 30 до 50 тысяч. То есть санкции ужесточаются. Спасибо, Лариса Владимировна, за Ваш комментарий. Вам желаем всего доброго и спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо, здоровья всем.